так идем дальше антон колесников всем доброе время суток спасибо большое за посадочный материал ухты узкие абрикосы отлично проставить антон это не в эту самую ходу которого друг там накупил несколько гектаров питомника это мы по моему вдруг накупил тысячи саженцев такой смелый смелый из питомника официально а потом еще оказывается что у них еще и сад это нет этого питомника это вы по моему да или другой антон вот я вот это покоробило что саженцы купили я спрашиваю название питомника оказывается они его прям где-то по двое где-то приводит срастили продали а сами ты не знаю по-моему что выращивать вот так же вам было гражданин колесников так ладно поехали дальше . абрикоса проставит прививки черноплодного абрикоса абрикосов не черноплодного черного абрикоса амурфа и награды перерос теньки шелковицы пока корни не пустили извините корни дадут я не причем это вам коричай корича иванович у нас специалист пока его агротехнику не изучите лучше не связываться с против с прививками с укоренением весной я за специалист по летнему укоренению также начали сходить семена усилийского все отлично а если значит что друзья я лучше приготовил смотрите впервые много лет продаю косточки как только наступал май еще в мае продавал статусирован еще на вас страхи риск и т.д. вот потом наступал июнь и все это очень не зубы на полку сам без денег и у людей а еще надея а пока не было эти шумарики выражай будет что чем даже а у куплю на следующий год а куда мы спешить бах и нету и я вот мы проходили один вот помните у меня броски спас его косточками торговал а то бы вот выпал бы совсем и это было и главное всегда честно не скрывая и вот теперь дальше значит я в этом году я обязан сейчас сказать потому что вы тут упомнили что на и косточки вот вашим я же виноват косточки абрикосы отлично простая засти я не люблю то есть мне не надо это самое сделать еще один корк мне таких сколько горбов всю жизнь пахал и вот наконец я пришел такому мнению так как у меня был супер урожай у меня еще примерно на 10 лет вперед косточек я не преувеличил я надеюсь что их выкупят однажды академия наук не смеетесь пошутил я чтобы купить академию у тебя не смеетесь дальше я летом решил торговать на пол сыны вот этими вот я буду понемножку в этот раз вот и это помните я пытался вам продать софицированных косточек сейчас не поздно фиксированные косточки они еще 40 песке до сих пор это черешня которая была собрана в прививок на степной вишни уникальная вещь и один заказал третью прям с песком третью сейчас банки и считая тысячи за три по моему продал потом кто-то 20 косточек заказала его сам все остальное стоит то есть вот такая коммерция не идет впереди все лето смотрите что будет очень не приходит следующего уровня приход засветает зацветает вы можете купить завод заказ не убьет лишь подскажут все будет честно расскажу убил или не убила но придется еще урожай извините вот я начинал в этом году как косики абрикосы сколько стоит 30 рублей сколько инфляция дикая сколько будет стоить год спустя допустим 30 рублей то есть еще раз я вам предлагаю не просто то что за 15 рублей сухие они не портятся а значит здесь написано фаина крупноплодная и вот теперь теперь вы знаете что такое фаина крупноплодная это шедевр вспомните девушку тогда она была кузнецовой помните не случайный человек в моей жизни она была и сейчас является администратор моего сайта совершеннейший новичок выросла из моих костей фаина фаина как будете фотографии какие получились надо было сейчас их показать но мне стыдно пятый раз показывать шедевр шикарная фотография взрослых были деревья фаина не привиты из косточки и вот я сейчас говорю ну ребята их все это мне много у меня тысячи но здесь-то а с особого дерева самого крупного специально и давайте вот так ну короче вот они вот так нижнюю часть чтобы видно было вот это они штопал а если я полил академик академик родственник а если я полил королевский а королевский родственник будут вот а вот это я предлагаю вот покупайте будет уже не 30 рубля 15 не разоритесь сотня штук за полторы тысячи осенью посадите пересолюцируйте и наконец через и ботно а вот сколько их осталось целая банка осталось и даже и даже инструкции разошли не продам но это такая уникальная вещь она должна была разлетись по всей россии но не разошлась если бы те хорошо брали как записано в этом каталоге 30 рублей тогда сколько я предлагаю 15 и обещал за пуссиды я полная коллекция кроме нескольких сантов слив хотя они быстро кучи суржай был не очень сливы крупноплодные а ладно теперь давайте по теме это было так называемая рекламная пауза этого виноват колесников потому что написал кошки оберкоса тысячи простая и так далее арсен спартакович привет сил терпения учитель витрова и теперь все хватит мне сразу хотелось бросать сергей александрович здравствуйте дульфия добрый вечер кошки оберкоса входят кошки через если без движения груша на 8 процентов так вот черешни сливы и вишни я сейчас не конечно этого не знаю выставить сыровать сыровал когда выслал когда в общем давайте будем ждать что еще зайдут надеется самое главное что аберрикосы сходят сад есть хотя конечно лучшего взрослые черешни сливы у меня сливы прямо в банке черешни прямо в банке и вишни прямо в банке в сыром песке сейчас я живу через банку я потом вам покажу перед тем как выбрасывать сколько там корней то есть я не обманщик если у меня прямо холодильнике сходит такое количество холодильнике холоде в темноте такое количество куски я не могу просто плохие вот мне говорят пожалуйста понравились мои анекдоты давайте анекдот каждому этом на семинаре каждому вебинаре пожалуйста едут наши международные выставки вот значит победители значит вино наше российское оказалось самым вкусным едут и руками разводятся значит что ж такое то вот мы представили два сорта этих самых вина одно заняла золотую медаль второе сказали что это дерьмо высадой бочки наливали вот у меня получается так друзья если кто понял шутку что я всегда не выбираю себе оставляю лучше я как раз и подозначил на продажу просто выброшу потому что они приходят помните я фотографию показал горькую так елена здравствуйте зыкова добрый дня у меня кости посажены в землю конце апреля еще не взошли вчера раскопала парочку влажные но спящие еще но у нас и вчера первый раз была ночь без мороза под утро плюс пять а так стояло до минус восьми по ночам а это после трех теплых дней конца апреля три дня мало для схода когда ночью было плюс десять холодно поэтому не всходит да поэтому вот две недели назад не смотря на холод высадила в землю проросшие посылки кошки абрикоса хорошую посуду два раз . закрывая каждый вечер утром открывая растут листочки нащит не замерзли ура остальные проросшие кошки по годам у горшочек ой-ой-ой-ой-ой-ой Татьяна поругаемся высаживайте как можно быстрее не смотрите на погоду сейчас у горшечки прирастет или у горшечки ну холод холод пока будет установится нормальная температура у меня вот завтра поседатор обещает опять 0 минус 2 ну холод стоит я мерзну и черта у меня у меня сегодня разговаривал с этим сергеевом у него же торт свело торт свело торт свело у меня холоднее у вас в сибири это он южноуральск я говорю какое холоднее у меня до сих пор это только несколько абрикосов раскрылись эти до сего все соли спит холодильник вот и мы тоже ваша киминской области тоже самая картина как у меня мы с вами соседи тут поэтому пожалуйста не держите в тепле и в холоде и в киеве пусть они сходят медленно медленно так брат здравствуй сергей далеко всем здравствуйте интересные факты недавние мальчики носить заморозки заморозила все побеги винограда это понятно представляете поехал в лес там все дубы стоят черные оказывается у них побеги боятся мороза не хуже винограда все на сто процентов побеги дуба против струху берешь руки рассыпаешь как хрустальные сусти извините я знаю только один дуб маникосе дубов на скрытых не видел я его тоже один год стали черные листья хотя он не погиб вас и дубы свои родные или искусственные привезены с юга жёлуди вот чём вопрос если жёлуди с юга то ничего удивляться ничему так мои холмы любят муравьи надо бы писать мои холмы очень любят ваши любимые муравьи так называют они воспринимают они по-моему нам не уступают только мелкие тут же селец отоброет опасаясь себе побеги косточку проблезят ну да расстегивайте штаны ну сегодня мы не будем сильно это трагедию за это устраивать спасибо граждан макаров нам учили куда надо мочиться пробуйте зачем не между на для чем мы здесь собрались макаров молодец посоветовал мочиться на эти хамалу бегут так а колечникова нас на средние волги ночью слова до седьмой были сильные заморозки винограда промерзли листопад виноград это такая прелесть виноград такая это беззащитность я почему ими не занимаюсь руки не нашли подмежили листья углевских орехов даже у них а где у кореи замерзла часть входа черного ореха я их хотел пересаривать на следующий день убрал мох чтобы привыкли к солнцу так как область была переменная молодые черные орехи посаженные за 9 лет спокойно перешли заморозок а сходки в абрикосов и вообще не заметили ну понятно что есть то есть голиков идея для Варея Константиновича ваш коллега известный садоват Борис Агеев ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу от второго корня, например, Манчжуршио-морозостойкость. Слушайте, может, такой день, такой анекдот не перечислил рассказать. Если бы вы знали, что я мог бы рассказать вот сейчас, и про Агеева, и прочее, ну, зачем? Он меня не трогает. Он меня один раз трогал так, что меня забыла вся Россия. Растронул. Ну, в общем, доктор наук. А тут какой-то железок. Это ладно. Он даже уже забыл, наверное, что он натворил. Но я его цеплять не буду. А что касается вот того, что вы сейчас перечислили, ну, здесь вроде все взрослые люди. Нет, такой анекдот рассказывать не могу. Ну, тогда обидится кто-то, скажет. И вы же обещали рассказывать по анекдотам. Вот. Один молодой сперматозой спрашивает у старика, старого сперматоза. Слушай, дядя, научи меня, как впереди случиться. Нет, не буду. потому что это имеет прямое отношение к этой агротехнике. Я еще такой этим и занимался. Может, чего угодно запатентовать. самое главное, 10-20 моих оказательств, приема, гипотез, вот, этих каких, даже порядка 100-200. Никто не опроверг. Обойдусь без этих самых, без, как, без патентования. Все. Мне просто имя, которое вы назвали, оно у меня, действует на меня, как красная тряпка на быка. Поэтому я растерялся. Два по два, один привой. Может, кому-то пригодится. Нет, ребята, один по два, один привой. Хотите иметь нормальные деревья? Вот. Да, моя агротехника расширила горизонты, но зато она четкая, жесткая. Вот. И пока не вылазите за эти гранты, вас такой успех ждет. Ну, а остальное вы проходили. Субтитры сделал DimaTorzok